всем огромный привет вы на канале о вязании крючком и спицами натали мастерс здесь вы можете найти много полезных интересных мастер-классов по вязанию спицами крючком обязательно подписывайтесь ну и сегодня первая часть надеюсь всего их будет 2 по вязанию замечательным узором в стиле интерлак настоящий интерлак это и есть по своей сути крючком простой красивый сегодня мы с вами свяжем круглую кокетку и планочку обвяжем и во второй части до вяжем рукава и низ изделия и так у нас весь наш джемпер будет вязаться узором интерлак мы с вами вязали пимоугольное полотно туда-обратно этот узорчик чудесный и вязали с вами треугольник для шали бактуса ссылки вы найдете в описании под этим видео так что обязательно посмотрите ну и здесь мы будем применять третий вариант мы будем вязать этот узор по кругу также у нас будут изнаночные лицевые ряды будем поворачивать будем с вами вязать росток да 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 в этом узоре обязательно покажу вам каким простым образом мы с вами решим этот вопрос так что глубокая круглая кокетка свободный силуэт и что же нам понадобится так давайте обсудим весь джемпер я буду вязать крючком clover четыре с половиной напоминаю вам что конечно в моем магазине любые замечательные крючки вы сможете приобрести пряжа используемая мной это ализе ангара gold мне понравился замечательный оттеночек оттенок 404 розовато-персиковый состав у нас 80 акрил 20 шерсть вот такая незамысловатая пряжа но красиво смотрится в этом узоре и напоминаю вам также что любую пряжу ализе включая новинки вы можете также приобрести в моем прекрасном магазине ссылки под видео звоните есть телефоны магазина пишите на ватсап файбер доставка по всему миру по любым странам снг почта россии стек все продумано все удобно и разные варианты оплаты которые вам удобны также я всегда посоветую какую пряжу и сколько для какого изделия нужно приобрести так ну что же расход я думаю что скорее всего сейчас точно именно абсолютно точно я вам раску расход не скажу потому что еще не закончены изделия но думаю уйдет меня на джемпер три таких замечательных моточку по 100 грамм до 3 думаю начну не до конца 3 моток уйдет но примерно расход около 200 с чем-то грамм под 300 грамм размер свитер мой будет джемпер свободный я буду вязать на свой размер м-м у меня достаточно широкие плечи так что для размера с такой свитер тоже подойдет мастер-класс вы можете взять крючочек например номер 4 и можете конечно же регулировать горловину когда мы с вами будем ее обвязывать взять меньше номер крючка здесь ничего сложного нет отрегулировать вырез так что на размер с также подойдет если вы хотите размер больше excel свободно опять таки я вам советую даже можно без всяких пересчетов отрегулировать большим номером крючка этот вопрос первое что нам нужно будет сделать это набрать цепочку воздушных петель я хочу люблю свитера которых достаточно большой вырез у меня широкие плечики и раппорт узора он у нас составляет 4 петли 4 петли мне нужно чтобы мотивчиков у меня было 32 32 соответственно я наберу 128 петель и замкнул их в круг мы будем в раку обязательно выполнять росток до несмотря на то что большой вырез горловины вырез горловины можно будет пускай вас не смущает что он большой отрегулировать запросто планочкой до в пределах разумного но существенно посадить можно по фигуре далее мы будем вязать туда обратными лицевыми изнаночными рядами будем выполнять росток и прибавки для того чтобы наша кокетка расширялась будет ряд с прибавками очень интересный мы с вами будем каждый квадратик увеличивать вместо одного квадратика мы получим 2 но будем это делать не в каждом мотиве то есть мы количество наших квадратиков ромбиков с ромбиками до расположены когда мы смотрим мы будем не каждый увеличивать на 2 а через один видите вот к этому мы прибавим 2 вот к этому мы никакой не прибавим 1 до 1 переходит в один в этом ряду смотрите квадратик 2 из него квадратик 1 все это я вам подробно буду показывать за счет этого мы сильно сделаем прибавление мощное и уже дальше будем вязать просто туда-обратно то есть а сложность будет заключаться в этом ряду для ростка будем выполнять столбики с двумя накидами тоже вам покажу как это мы будем делать и по поводу глубины я предполагаю кокетку вязать на не считая планки глубину 25 сантиметров так планочка у меня сама примерно 3 сантиметра кстати вы сможете скорее всего я оставлю так можно связать красивый широкий и высокий высокий воротник гольф будет очень круто сейчас актуально посмотрите такой вариант я для того чтобы выглядел законченный мастер-класс кокетки сразу выполненную планку вы сможете сделать это в конце а с этим уроком если вы вяжете вместе со мной мы можем связать только кокетку и в конце вы можете решить какой же воротник вы захотите да ну я думаю это понятно набрали петельки соединяем без перекручивания соединительным столбиком в круг так готова и поехали вязать наш узор как вы помните 3 воздушные петли подъема накид и провязываем 3 столбика с одним накидом в эту же петельку 1 2 3 пропускаем 3 петли после той в которую вязали 1 2 3 провязываем столбик без накида 3 воздушные петли и сюда же куда провязали столбик без накида вяжем еще три столбика с одним накидом и так продолжаем пропускаем 3 петли и так далее вяжем так первый ряд и так провязали первый ряд смотрим чтобы не было у нас никаких перекрутов теперь переходим на изнаночную сторону и смотрите что мы делаем мы поднимаемся соединительными столбиками 1 2 3 по столбикам вяжем под 3 воздушные петли столбик без накида и вяжем смотрите 4 воздушные петли подъема они 3 мы будем с вами вязать росток так называемый условный каким образом я для этого свяжу в следующих рядах столбики по спине половину посчитайте с половинку своих мотивов я свяжу половинку плюс еще два с двумя накидами будет это выглядеть так раз два три четыре петли воздушные подъема и под арку я вяжу столбики обычно с двумя накидами не патентные таким образом у меня спинка будет выше переда и вот здесь еще будет мотивчик когда я вернусь половина плюс два мотива мы вяжем и здесь будем вязать с одним накидом а действуя на 1 2 3 4 2 накида и полкруга плюс два мотива вяжем столбики с двумя накидами это у нас будет спинка таким образом потом перейдем на столбики с одним и последний мотив я провяжу и с вами встречусь тоже с двумя накида провязан второй ряд теперь мне нужно вязать 3 я поворачиваю вязание перехожу на лицевую сторону да кстати я 17 мотивов провязала с двумя столбиками во втором ряду и 15 мотивов с одним вот у меня спинка и когда последний я провязала все-таки с одним столбиком да вот видите с одним накидом столбики я вот так вот присоединяюсь соединительным столбиком далее мы переходим на лицевую сторону и какая у меня задача я опять поднимаюсь по левой стороне соединительными столбиками 1 2 3 провязываю под арку столбик без накида и теперь смотрите я сначала буду вязать там где у меня с одним накидом столбики столбики с одним накидом а там где с двумя я буду провязывать двумя вот такой третий ряд 1 2 3 присоединяюсь 3 воздушные петли по и подъема и сразу опять 1 2 и и 3 и соединяемся так закончен у меня третий ряд теперь 4 4 ряд у нас изнаночный и снова то же самое мы с вами поднимаемся соединительными столбиками таким образом у нас линия выглядит как зигзаг и вяжем снова с двумя накидами третий раз последний мы так будем делать 3 4 и с двумя накидами 17 и 17 с одним и 15 с одним накидом провязаны у нас 4 ряда смотрите так я думаю все правильно у меня получается 1 стол к таким образом и теперь нам с вами для того чтобы сохранить маленькие вот эти вот интерлак прямоугольнички мы будем с вами делать следующий ряд прибавок и так ряд у нас лицевой я поднимаюсь опять до арки из трех петель и мы будем делать не каждый прямоугольничек увеличивать на 2 прямоугольничка а через один то есть давайте сначала сделаем прибавку больше мы не будем вязать вот этих длинных из двух накидов 3 воздушные петельки подъема я вижу как обычно три столбика дальше под арку фантазия на ходу называется так теперь я вот смотрите в чем разница то есть я не сюда привязываюсь и дальше вяжу а я делаю вот что я дальше вяжу еще три петли подъема накид вот так разворачиваю и под столбик вяжу еще три столбика так кто со мной продолжаем дальше и вот только теперь я присоединяюсь столбиком без накида вы поняли что произошло мы с вами сделали прибавку вместо одного прямоугольничка мы получили два да вот мы сделали прибавку дальше можно также поступить со следующим но я хочу прибавлять через один то есть теперь следующее вижу как обычно как обычно вот то есть я не разворачиваю вижу сюда я его как обычно провязываю и для того что мне нужно больше расширения следующий я опять провязываю с прибавкой начинаем как всегда но вместо присоединения 3 петли подъема и следующий 3 я вижу под последний столбик в принципе все просто принцип такой же как и в спицах абсолютно прибавок и теперь уже присоединяемся до далее как обычно ну и так далее по кругу весь пятый ряд все далее мы вяжем без столбиков с двумя накидами кругами туда и обратно до подрезов то посмотрите где наш ряд прибавочный вот он вот мы с вами прибавляли потом просто прямоугольничек прямоугольник с прибавкой просто прямоугольник и получается обычная линия прямоугольников и мы точно так же вяжем все последующие ряды до по такому же принципу вяжем вяжем в круговую обязательно туда обратно так сейчас вам покажу где это линия где вот он где мы с вами двигаемся на незаметно совершенно как мы зигзагом поворотными рядами вяжем топ лицу тупо изнанки так теперь я примерила и хочу большой вырез горловины попробовать варианты какую я хочу отделку и обвязку сейчас мы с вами будем вместе сочинять дальше до взяла другой клубочек и начнем и так 2 2 воздушные петельки и передо мной что передо мной петля и арка из воздушных петель я буду под арку вязать 3 полустолбика 2 воздушные петли 3 полустолбика 1 2 3 и в петельку полустолбик под арку 3 полустолбика заодно я нить видите прячу хвостик так этот хвостик в эту сторону спрячу когда по кругу естественно с лица до лицо у нас первые наши треугольники они были лицевым рядом лицевые столбики так первый ряд обвязки допустим вот такой так первый ряд я провязала соединительным столбиком прикрепилась к петельке подъема и теперь я вижу рельефных столбик лицевой вот таким образом полустолбик накид изнаночный рельефный столбик накид лицевой рельефный накид изнаночный рельефный и так до конца померяю и наверное еще один-два ряда провяжу так я провязала еще два ряда полустолбиками и завершающий ряд это такие же рельефные столбики без накида вот таким образом не провязываю лицевой и изнаночный также лицевой над лицевым и изнаночный получается у планки закончен вид горловины я не туго вяжу тем же номером крючка и если захочется сделать горловину более поменьше можно резиночку полупрозрачную вставить конечно же так я дохожу до конца и прикрепляю все таким образом все и так вот что у нас с вами получается то что касается кокетки у меня глубина от планки не включая ее 25 сантиметров нам нужно провязать и первая часть мастер-класса на этом закончена вяжем все вместе вот такой замечательный у нас росточек получается за счет провязывания столбика столбиков с двумя накидами на спинке росток видите как выглядит вот они наши прямоугольнички квадратики со столбиками с двумя накидами ворачиваем вот наш росточек там выражен есть замечательным вяжем очень приятный процесс и далее выполним подрезы будем вязать наш замечательный пулловер наш джемпер наш свитерочек свитерочек крючком такой замечательной техники продолжим во второй части и надеюсь закончим третьей части не будет потому что все просто быстро и очень очень красиво примеряйте и напоминаю я провяжу на 25 сантиметров выполню еще прибавки в конце кокетки и у нас получится свободное красивое изделие все на сегодня мои дорогие надеюсь я вас заразила такой классной идеей она мне приснилось скажу вам честно приснилось я с вами честно поэтому далее свитер будет очень простым я думаю вы догадываетесь мы просто свяжем рукава будут конечно нюансы и свяжем его вниз на нужную длину запросто можно будет выполнить и платье классное будет платье поэтому во второй части надеюсь мы с вами довяжем эту прелесть и будем наслаждаться оригинальным красивым видом этого изделия продолжаем болеть интерлаком продолжая троится мысли всякие интересные моей голове поэтому никакого успокоения в плане возможностей этой техники и в крючке и спицах у меня нет и не было вижу и просто классно классно все это дорогие мои напишите как вам нравится будем вязать что вы думаете по поводу интерлака интерлак спицами тоже я вяжу скоро тоже будет свитер красный так что не волнуйтесь кто мне пишет бросай крючок и вяжи спицы больше спиц больше спиц большинство вяжут спицами все мои хорошие целую жду от вас комментариев не забудьте поставить лайк все пока пока